Кукольный театр Сезон закрыли музыкальной сказкой «Теремок». О солидной дате и о кукольных делах мы поговорим с художественным руководителем Архангельского театра кукол, заслуженным деятелем Российской Федерации, лауреатом премии «Золотая маска» Дмитрием Лоховым. Здравствуйте, Дмитрий Александрович. День добрый. Старейшему, любимейшему нашему Архангельскому театру 80 лет, а что-то юбилейных фанфар не слышно, не отмечаете? Рано. Мы отмечаем обычно осенью, сколько у нас двойная дата. Одна дата – это когда вышел первый спектакль кукольный, а вторая – когда официально уже был подписан документ о создании об учреждении театра кукол. Даже дату можете назвать юбилейного праздника, нет? Точно нет. А, дату – да. Ну, это конец ноября. Что вы такое готовите? Ну, неделя, да. Удивительная. Ну, ничего удивительного. Фестивальная неделя и завершение. Капустник, наверное. Пока еще решаем, думаем, что будет. Много гостей пригласили из разных городов наших друзей, режиссеров, художников, которые ставили здесь спектакли. Так что много будет. Человек 30 где-то приглашенных. Ну, не все приедут, конечно. Надеетесь, что не все приедут вдруг? Друзей нас много. Да, конечно. А что вы упомянули, фестиваль. Что за фестиваль? Не фестиваль, а просто как бы юбилейная неделя. То есть отбираются какие-то спектакли, которые идут в рамках юбилейной недели, скажем, или пятидневки. Утро, вечер, утро, вечер. Ну, как на фестивале. Только ваши спектакли, других театров не будет. Наши, только наши, да. В этом сезоне у вас было достаточно много премьер. И все ли сошлось, что задумывалось? Ну, не все. Всегда что-то не сходится. Но в целом, в целом, хорошо, нормально, да. Довольны прошедшим сезоном, да? А почему вы закончили спектакль сказкой «Теремок» приглашенного режиссера? Ну, во-первых, это не совсем так. Закончили сезон другой сказкой, другого приглашенного режиссера. Это по Шергину «Волшебное кольцо». Ну, тоже приглашенного режиссера. Буквально на днях состоялась премьера. Так что, собственно, этим... Да, да, в день города. Вот. И тоже приглашенный режиссер. Но это как бы наша политика сегодня. Приглашать как можно больше. Я объясню, потому что у театра достаточно большой репертуарный лист. Очень много спектаклей. Иногда даже не успеваем отыгрывать их все. Вот. И много спектаклей, которые ставил я и художник, наш главный художник Николаева Ирина Юрьевна. Поэтому мы решили, что надо побольше приглашать, чтобы было какое-то разнообразие разных... Чтобы наш зритель увидел разный, что ли, разный почерк разных режиссеров, разных художников. Ну, единственное условие, что только хороших. Ну, вот тот же Валерий Шацкий, которого пригласили на постановку Теренка, это же, в общем, вам не чужой человек, да? Конечно. То есть вы приглашаете так, осторожно. Осторожно, да. И, во-первых, мы видели просто этот спектакль. Мы хорошо знали его уже, когда приглашали Валера Николаевича. Мы знали, что это отличный спектакль, поэтому и пригласили. А вот по Шергину спектакль? А по Шергину здесь очень известный сейчас режиссер и художник, они лауреаты всяких премий, в том числе и золотой маски. Это Борис Константинов и Виктор Платонов. Питер и Москва. Они очень известны сейчас, за ними просто гоняются театры, поэтому... Они отдали вам предпочтение? Ну, поскольку репутация у театра все-таки имеется приличная, удалось уговорить. И осенью вы возобновите эти спектакли, да? Да. В октябре месяце будет премьера, как бы уже такая, еще одна, что ли, премьера. Ну, вы пригласили в конце сезона практически, а вот в середине года у вас приглашенных режиссеров не было. В шерстке. Вот, ну, по пальцам пересчитать, да? А дело в том, что мы бились, ну, немножко не то слово, но очень работали над сложным, большим спектаклем. Это вот петербургское сновидение по Гоголю. Он, как бы, много времени и сил почти, собственно, весь год, весь сезон у нас ушло вот на этот спектакль. Ну, вот вы даете себе возможность долго ставить спектакли, что не скажешь там о других наших театрах, особенно театре Драбы, да, когда как пироги пекутся, спектакли. В чем плюс и минусы вот вы в этом видите? Ну, я в этом вижу... Или вас никто не подгоняет, нет? Ну, жизнь подгоняет, жизнь подгоняет. Но стараемся, конечно, мы, как бы, в диалоге, что ли, в хорошем диалоге с нашим министерством культуры, поэтому на нас не давят по количеству, чего бы и не хотелось. Потому что нет смысла, я уже говорю, что у нас спектакли долго не сходят с афишей, да, поэтому, причем они востребованы, поэтому нет смысла их списывать. Их смотрит как бы одно поколение, другое поколение и так далее, поэтому у нас репертуар большой и нет смысла просто, и нет условий, чтобы хранить просто огромное количество спектаклей. Поэтому и нет смысла устраивать какую-то гонку, потому что, ну, скажем, в маленьком городе, да, вот посмотрели все спектакли и все. Вот, а у нас все-таки постоянно, ну, почти аншлаги, почти стопроцентная заполняемость, 90-то там еще лишнепроцентная заполняемость зала. Поэтому нет смысла вот эту мельтешню из названий устраивать. Да, не гоните за колеси. Да, и потом все-таки театр кукол это другое, нежели драма, потому что он требует больше временного, что ли, больших затрат, потому что нужно куклу сделать. Если у нас в спектакле там порядка 30-40 кукол, это же огромный процесс и во времени, и для цехов, и для всех. Вернемся к взрослым спектаклям. Взрослые спектакли всегда были в репертуаре театра кукол нашего? Ну, не всегда. Но при мне, вот, когда я пришел в театр, вот они начались. Вот последняя премьера сезона – это «Петербургские сновидения по Гоголю», был «Чехов». Что вас вот заставляет ставить русскую классику на сцене кукольного театра? Как вы вообще решаетесь? Ведь это всегда для зрителя, вот я как зритель, это всегда какое-то удивление, какое-то открытие. Мы не ожидаем такого увидеть от классических произведений, известных тем более. Да ничего не заставляет, а то, что так получается. Нет, дело в том, что вы говорите так, вот классиках, всего два ведь названия – Чехов и Гоголь, два автора. Да, действительно, но они, наверное, такие глубокие, что, да, кажется, что… Ну, Гоголь я объясню, потому что иногда я называю еще этот спектакль «Работа над ошибками молодости». Поскольку вот не первый мой спектакль, но первый взрослый спектакль для взрослых – это было тоже трагикомическое представление по петербургским повестям Николая Васильевича Гоголя. А год был? Такое название. Год был, по-моему, 80-й, что ли. Вот с годами, не могу сказать точно, но около 80-го где-то года, 79-80-й год. И решили как-то возобновить? Это не возобновление, это изменена инсценировка, совсем другая система кукол, это другой спектакль, и даже другие сюжеты там использованы. Но вот сама как бы идея, которая, вернее, мое, что ли, желание посуществовать в пространстве Гоголя вот с этими образами, вот, и, наверное, это подтолкнуло. А «Чайка», например, ну, просто хотелось… Нет, конечно, были глубинные еще желания вот такое. Почему именно Чехов? Это понятно, сейчас долго об этом говорить, наверное, не стоит. А просто хотелось еще… Театр должен развиваться, актеры должны играть, потому что играть, и чем серьезнее, интереснее материал, если актеры осваивают чеховский текст, тогда они как бы становятся еще на порядок выше. А вот тут ведь вопрос, что актер-то, в общем-то, должен какой-то другой амплуа в себе задействовать, да, что-то такое найти, он должен выйти из-за ширмы, и уже тоже отыграть, как драматический актер, наверное, в таких спектаклях. Да, конечно, да, ну, это, в общем, «Чайка» — это уже как бы территория драмы, туда мы залезли, это понятно. Да, ну и Гоголь, в общем. Гоголь меньше, там все-таки превалирует кукла, там это кукольная… Актеры все справляются с такой задачей, или некоторые бастуют, что я кукольный актер? Нет, что вы, никто не бастует, потому что, наоборот, это всегда интересно для актера. А за ширмы у нас мало спектаклей. Да, уже мало. У нас почти все, всегда это открытый прием, это какая-то игра. Собственно, это современный театр кукол. Вот этот синтез уже, да? Синтез, да, это как бы, ну, не только у нас в театре вообще, это… Это такое веяние, времени… А давно уже, давно, уже вышли за ширмы… А может, обратно вернуться за ширмы? А уже идут разговоры, да, что вот, ну, знаете, как все ведь по этому… Да, по спирали. По закону маятника или по спирали, как еще, по кругу возвращаются, говорят, а вот чего бы вот… Вот недавно мне просто предлагали там, скажем, не предлагали, но говорили, что возможность такая есть. Скажем, в театре Образцова очень хотят именно спектакль с так называемой тростевой куклой за ширмой именно. Классический такой, да? Классический, да, вот предлагали вот такую постановку, да. И вы? Ну, нет, я отказался. Почему? Ну, мне как бы неинтересно под такой заказ работать. Ну, вот именно такой. Это что, ограниченность фантазии вообще? Ну, они хотят, да, они хотят как бы такую реконструкцию, что ли, старого спектакля, такого традиционного. А вам это неинтересно уже? Не, не очень интересно. Ну, и потом Образцовский театр. Ага, тоже не ваши? Думаю, что нет. А вот смена актерского состава в последних спектаклях, как-то много так лиц, новых ребят молодых. Вы удовлетворены подготовкой кукольников в вузах или предпочитаете собрать вот у себя ребят и сами их обучать? Сложный вопрос. Ну, во-первых, у нас немного новых лиц. Вы тщательно подходите. Всего два год работают, да. Остальные все достаточно давно работают. Двое, два актера и актрисы год работают. Остальные все раньше пришли. Как вообще актер попадает в кукольный театр? Дело в том, что в вузы готовят, да. Но актеры, скажем, из Питера, из Санкт-Петербурга, из Академии и даже из Ярославского вуза, они все... Ярославль близко к Москве, а Питер есть Питер. То есть они все стараются зацепиться любыми способами там. Потому что не ехать, во-первых, в провинцию. А во-вторых, еще проблема... Здесь мужчина и женщина. Потому что с женщинами нет проблем. Есть и можно и в Архангельске, и конкурс можно объявить, и так далее. То есть мы можем... А вот с мужиками плохо. Потому что профессия, к сожалению, становится непрестижной. Во-первых, актера кукольника, наверное, да. Может быть, актера тоже, я не знаю, мне сложно сказать. Я про кукольника знаю. Потому что, ну, зарплата мизерная. Для мужчины, которому нужно кормить семью там и так далее, это просто катастрофа. А что тогда заставляет молодежь держаться, вот те немногие, кто у вас есть? Ну, во-первых... Чем вы их держите? Я думаю, что просто... Ну, сам театр держит, наверное, сам, вот как вид искусства. Потому что все-таки театр кукол — это искусство. Это вот, по крайней мере, в нашем театре подход такой. Это не, как сказать, не обслуживание зрителей, не сфера услуг, как, к сожалению, государственные чиновники трактуют, скажем. Не автономное учреждение. А не место зрелища. Не место зрелища. У нас не потребители в зале сидят, а зрители. Допустим, для чиновников это потребители, называется. А для нас — зрители. И мы вот люди, как бы, творческие, люди театральные, никогда не согласимся с этим. В этом огромное противоречие. Разные понимания просто. Ну, я отвлекся немножко. И задачи, наверное, разные. Да, отвлекся, а просто говоря о том, что держит, наверное, если ты осознаешь, что ты творишь. Я имею в виду актера. Вот выходя каждый раз, выходя на сцену. И плюс и детские, и взрослые, и вечерние спектакли есть. И, в общем-то, когда зритель активный есть у нас, очень уже постоянный зритель, многие приходят снова. То есть вот эта атмосфера, это держит. Да, это держит людей, несмотря ни на что творят. Вот еще одна такая тема непростая — это гастроли, на мой взгляд. Вы ведь не так много ездите, как хотелось бы. И в область не так много ездите. Нет, в область мы много ездим. Другое дело, что раньше были гастроли. Вот когда я еще работал актером в театре. Такое было. Было. Такое, да, было. Я начинал. Ну, гастроли, представляете себе, месяц по Двине. От Архангельска к Котласу с остановками в разных деревнях, в селах и так далее. А потом отпуск. В Котласе уже выходили в отпуск, и я ходил уже в отпуск. Написали, какие-то гастроли были замечательные. Сейчас таких нет. Во-первых, это все безумно дорого. То есть гастроли — это очень дорогое удовольствие. А кто должен на себя, извините, прерву, кто должен на себя брать гастроли? Сам театр или все-таки финансировать? Ну, я думаю, и сейчас нам финансируются гастроли по области, да, министерства. То есть нам датируется или как-то это все финансируется. Но дело в том, что это все-таки либо по нулям, либо, может быть, могут быть даже убыточные. Потому что гостиницы, ну и так далее. Я не силен в этой арифметике, в экономике особенно, больше по творческой части. Но я прекрасно понимаю, знаю, что директор каждый раз по гастролям. Ну, хорошо, если прошли вот чуть-чуть с плюсом. Но только для того, чтобы зритель в области увидел спектакли. А, скажем, такие длительные гастроли, как раньше, вот уже сложно. А коротких у нас достаточно много. Три-четыре раза в год мы выезжаем в область. Актеры наши выезжают. Но хотелось бы ведь все-таки гастролировать и почаще, и помасштабнее, да? Ну, у нас, во-первых, есть обменные гастроли с Вологдой. Вот мы меняемся уже сколько? Пятый год, по-моему. Меняемся. Они едут к нам. Мы едем туда с тремя спектаклями, как обычно. Тремя-четырьмя спектаклями. Вы сжимаете из сегодняшней ситуации все, что можно. Ну, да, да, да. Потом у нас сейчас уже есть предварительные договоры с Полтавой. В Полтаву уже ездили наши. Тоже в сентябре, возможно, Полтава сюда приедет. Вот это уже почти международные гастроли. Хотелось бы видеть, конечно, другие театры. Да, с Костромой сейчас тоже договоренность уже есть об обменных гастролей. Вот таким образом сейчас потихоньку разборачиваются и другие театры тоже. Потихоньку возникает вот это вот, как раньше была, это гастрольная сетка, гастрольное движение. Классно. Уже три года ведутся разговоры о реконструкции театра. Здание, конечно, вот где находится сейчас театр «Кукол», это здание с историей такой богатой. Но вы удовлетворены тем, что происходит? Вот какие планы были, какие были эскизы вам предъявлены, проекты, ход работы? Ну, я постараюсь коротко, да. Во-первых, не три года разговор об этом идет уже много-много лет, а реконструкция. Она необходима просто, это понятно. Если бы это раньше было сделано, было бы, конечно, замечательно. Но сейчас, в данный момент, ну, я, в общем, как бы все больше по творческой части, не больше, а по творческой части. Но все-таки, да, 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 информация некоторая у меня имеется, потому что я знаю, что подписано еще президентом Медведевым еще подписано распоряжение о выделении средств на реконструкцию, конкретно Хангельского театра кукол. Я знаю, что наш губернатор Игорь Анатольевич тоже подписал эту бумагу. Ну, что-то где-то тормозится, говорят, что Минэкономразвитие. Ну, мне сложно говорить, но пока проект есть, нет реального финансирования. Чуть-чуть есть уже, небольшое, отбластное. Вот, но федерального нет пока. А как это будет выглядеть? Это будет сзади пристройка, да? Сзади театра? Да, ну, это фактически вся зрительская часть, это будет новая, вот, в сторону набережной. Вот, а старая часть, она становится служебной. То есть, вот это старое здание театра? Да, это все будет служебная часть. Ну, за исключением большого зала, который будет малым. А большой зал будет на сколько мест? Большой зал будет, небольшой, 200 с чем-то мест. Сейчас тоже на 100? Сейчас меньше. Поменьше, да? Да, сейчас 170, 180. Он будет более современный? Ну, естественно, да. Проект есть, он давно уже готов, он прошел все согласования, все, что необходимо. Вот, и, к сожалению, время идет, и он может уже и в каких-то моментах устаревать, поэтому заново придется что-то переделывать уже, потому что время уходит. То есть, опять ждем? Ждем. Ну, я знаю, что вот когда уже вся эта начнется, такая активная работа, то театру придется выезжать из помещения. Почему? Да, еще я хочу сказать, что вот ждем-ждем, но все-таки ситуация на данный момент, она отличается от того, что все эти годы были, была ситуация, тем, что принято, наконец, волевое решение о реконструкции. Вот это вот на уровне президента, на уровне губернатора, а значит, вот это единственное, что отличает ситуацию нынешнюю от того, что раньше. Вот, и тогда вопрос еще... Да, вопрос о том, что когда начнется активная работа, театру в труппе придется выезжать и где-то искать себе площадку. Это очень большая проблема. То есть без этого никак, да? Нет, никак. Никак. И беда в том, что, ну, во-первых... Причем на длительное время здесь придется покидать театр, да? Наверное, наверное. Наверное. Может быть, смотря как будут финансироваться... Вопрос этот открыт. Если... Ну, вот я только недавно был на фестивале в Омске, вот там построен театр, значит, за полтора года его построили. Но почти на пустом месте. Смотря как будет финансирование. Потому что строят сейчас быстро. Но вот я думаю, что от этого будет зависеть. Но вообще это меняет всю жизнь театра. Конечно, да. Это совершенно другое. Нужно думать о том, какие спектакли, где играть, на каких площадках, какие сохранять, какие консервировать, какие-то, может быть, и списывать. Потому что сложно. Ну, вы пока об этом не думаете. Ну, как не думаем? Только об этом и думаем. Но думать можно... Актеров пока не пугаете? Нет, не пугаем, но предупреждаем. Дмитрий Александрович, современный театр должен зарабатывать. Вы согласны с этой формулировкой? Нет. Категорически? Категорически. Обоснуйте. А зачем? Театр не должен зарабатывать. Театр должен играть в спектакли. Создавать произведения искусства. Но не зарабатывать. Театр должны финансировать. Ну, как? Все равно, что художник, он не должен зарабатывать. То есть он не может существовать без денег. Понятно. Так же и театр не может существовать без денег. Но работать для того, чтобы зарабатывать, театр не должен. Дальше возникает... Вот то, о чем спросили. Дальше возникает очень сложная, большая тема. Да, поэтому я вот так вот и все-таки поставим мы многоточие. Но мне очень близка и нравится ваша позиция. Новое время, конечно, новые формы. Похоже, вот вы всегда в каких-то поисках чем-то стремитесь удивить и порадовать нас, привлечь внимание зрителя. Куда направите свою фантазию в следующем сезоне? В следующем сезоне мы фантазию направляем в одном направлении. Извините, это тавтология. Мы будем готовиться вот к этой самой реконструкции. То есть мы будем думать о том, какой репертуар нам нужен для того, чтобы нам выжить. Потому что у нас есть еще, чтобы нам вернуть спектакли. Потому что у нас сейчас чайка не идет. Ну, в связи с тем, что вот актер у нас умер, просто некому сейчас играть. Хамлет не идет. Тоже нужно, сейчас можно сделать замены какие-то. Что-то выбрать, то, что вот у нас останется и перейдет потом на сцену нового театра, скажем, условно так. То есть разобраться вот с этим репертуаром и понять, какие спектакли мы можем вот в период нашего существования, непонятно где пока, вот, какие спектакли нам нужны, крупные ли формы для домов культуры кукол, или камерные спектакли. Но вам предлагали уже какую-то сцену или нет? Какие-то рассматриваются площадки? Рассматриваются, да. Домов культуры в основном, да? Ну, я сейчас пока не хочу говорить, потому что они именно рассматриваются, и то есть пока нет определенного... У вас очень такой непростой период, надо морально быть готовым. И в конце программы Блиц. Вы не устали от ношу художественного руководителя? Ведь отвечать надо за все. Иногда устаешь, но потом как-то с новыми силами. Откуда силы берете? Не знаю. Приходят? Да. Какой театр вам ближе? Тип театра, вот, ну, мы так банально можем перечислить. Я быстро вот этой Блиц вернусь к прежнему еще, вот, не только оттуда. Просто вот самих, от актеров, от атмосферы, от репетиции возникает вот... Энергия. Энергия, да. Тип театра, который вам ближе? Марионетки, вот тростевые уже, я поняла, что это не ваши куклы. Здесь это зависит от того, во что хочется поиграть. Что диктует материал, какую систему кукол. Я люблю планшеты на столе, допустим, да. Маленькие. Да. Марионетку тоже люблю, но она очень сложная. Сложная и в изготовлении, и требующая большого мастерства специфического. Потому что марионеточник – это особый актер, который владеет техникой в совершенстве. Вы пришли в театр в 18 лет, и ни разу Архангельскому театру не изменяли. И не хотелось вам на других площадках себя попробовать? Ну, на других площадках я пробовал. Ставите спектакли? Я ставил, да. У меня в Санкт-Петербурге там две постановки. Сейчас вот в Вологду в августе еду на постановку. Ну, я люблю вот здесь, я редко соглашаюсь на постановки. И тем более, когда мне предлагают там просто вот перейти. Ну, сейчас как-то у меня вся жизнь связана с этим театром. Да, и всю жизнь вы положили на то, чтобы сделать дом из театра. Да я еще не положил жизнь еще. Еще все впереди. Надеюсь, да, да. Но, в принципе, здесь, да, здесь, конечно. Я ведь вообще родился в Архангельске, как-то мне здесь все близко. Спасибо, Дмитрий Александрович. Великий английский писатель Сфифт сказал, для того, чтобы показать человека со всеми его странностями, был изобретен кукольный спектакль. А другой писатель, Салтыков Щедрин, справедливо утверждал, что из всех существующих в мире тайн, тайна куклы – самая загадочная. И искушение разгадать ее будет существовать всегда. Вот такие дела. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok